Привет! Недавно приобрел стойку для дрели и решил сделать небольшой обзор для тех, кто рассматривает подобное к покупке. При наличии дрели такая стойка является самым дешевым заменителем сверлильного станка. Дешевый сверлильный станок стоит от 8000 рублей и если почитать отзывы к таким станкам на том же DNS, то станет понятно, что качество у них так себе. Хороший же новый станок будет стоить 1030, а бушный советский на авито 1520. У меня нет сейчас ни таких денег, ни такого количества задач, но иногда необходимо сверлить профильную трубу и очень хотелось бы делать два точных отверстия за один проход. Случайно увидел на акции такую стойку от Dealt за 800 рублей. На Али есть подобное от 1000 рублей, но почему-то все варианты на Али имеют настраиваемый угол наклона и основные недовольства покупателей именно в том, что из-за этой настройки очень сложно выставить в угол в 90 градусов так, чтобы он не менялся в процессе сверления. У этой стойки нет настройки угла, значит одной проблемой меньше. Основание сильного доверия не вызывает, но и не из фольги. Валы, конечно же, здесь не закаленные, а просто полированные. Втулок на валах нет, тупо металла металл. Конечно же есть и люфт. На одном валу есть кольцо с фиксацией, чтобы можно было выставить ограничение глубины сверления. На верхней части есть болт для фиксации дрели на заданной высоте. Благодаря этому можно использовать дрель как фрезер. Давайте перейдем к тестам. Давно у меня уже валяется без дела дрель от Hitachi. Отличная дрель, но как оказалось, сверлить отверстие в дереве и металле удобнее шуруповертом, а в бетоне перфоратором. Хотя раствор мешать ею было вполне удобно, но дрели в большинстве своем не рассчитаны на боковые нагрузки, и из-за них появляется люфт на валу. У моей около двух миллиметров на кончике сверла точно есть, плюс люфт будет и у самой стойки. Но проверим, так ли все плохо. Для всех тестов буду использовать четырехмиллиметровое сверло от DeWalt. Сверло, кстати, нормальное. Рекомендую даже самые простые. Попробую просверлить брусок 40 на 20 миллиметров. Упор для круглой трубы на основании довольно сильно мешает. И еще есть пластиковая вставка в центр той же формы, но я забыл ее взять. Поставить брусок по диагонали я догадаюсь чуть позже, а пока проверю, можно ли просверлить вертикальное отверстие, установив стойку сверху бруска. Как ни странно, можно. Теперь попробую просверлить профильную трубу 40 на 20 миллиметров. Сначала по ее узкой части. Немного неудобно попадать люфтящим сверлом в точку от керна, особенно с каплей масла. Не стал снимать кучу ракурсов, думаю, вы мне и так поверите. Отверстие снизу шло примерно на полмиллиметра, что при люфте сверла и стойки в 3-4 миллиметра не так уж и много. Теперь то же самое по широкой части. Наверное, самым показательным будет вставить это же сверло и замерить угол угольником. Не идеально, пара градусов есть. Но при сверлении с двух сторон у меня бывает получается и хуже. Попробуйте, это не так-то и просто, а еще в несколько раз дольше за счет разметки. Вот, наконец, я догадался поставить трубу по диагонали основания. На этот раз угол получается похожим на 90 градусов. При такой длине сверла, конечно, не очень показательно, но для гаражных дел точно пойдет. Пробую еще раз, так как именно это мне чаще всего нужно будет делать. И опять ровно. Отлично. Отверстие тоже довольно точно по центру, кроме крайнего. Как я уже говорил, сложно попасть в точку от керна. Но можно засверливать начало шуруповертом и уже в ямку сверло точно попадет хорошо. Раз уж здесь есть упор для круглой трубы, нужно попробовать посверлить и ее. А все, что у меня есть в гараже, это алюминиевая труба 12 мм. Вам будет не очень хорошо видно, но похоже, что отверстие точно по середине. 90 градусов тоже есть. Еще раз на деревянном бруске. Здесь и неровность бруска, и люфт патрона довольно сильно мешают. Но можно приноровиться делать точные отверстия. Да, про люфты. Вот такой люфт у самой стойки. Вылечить можно, заменив верхнюю планку на 3D-печатную с точной посадкой на вал. И вот такой люфт у патрона дрели. Вылечить можно замены дрели или подшипника. Не знаю, меняются ли они там. И последнее. Использование всей этой конструкции в качестве фрезера. Как оно вообще? Может ли заменить фрезер? Для начала попробую на видавшем виды и куске ЛДСП. Срез там ровный, а вот скругленная фаска получилась не очень ровной. Хотя по ощущениям намного лучше, чем выглядит. Но надо попробовать на бруске. Поставил максимальные обороты. За счет высокого центра тяжести сложно прижать основание идеально. Но в целом очень даже неплохо получилось. Опять же не очень хорошо видно, но фаска получилась очень ровной. Достаточно гладкой, но постобработка конечно требуется. Стоит ли тогда покупать фрезер? Вопрос по адресу, так как сегодня я наконец купил себе фрезер Bosch POV 1200. И уже успел подумать, не зря ли я это сделал. Итак, лучше ли сделает фрезер? Определенно да. У фрезера намного удобнее выставляется высота фрезы. У него низкий центр тяжести и он не гуляет по бруску, как это было со стойкой. У него значительно выше число оборотов, благодаря чему обработанная поверхность идеально гладкая и не имеет вырванных волокон, как при обработке дрелью. И то и то я держу в руках первый раз, поэтому если что-то неправильно рассказал, поправьте в комментариях. А если узнаю что-то новое, добавлю в описании. Общие выводы о стойке. Если нужно сверлить хоть примерно вертикальные отверстия, а денег на хороший станок нет, то стойку можно и купить. Покупать лучше стойку без изменяемого угла сверления, так как в нем больше проблем, чем преимуществ. Валы обязательно смазать. Возможно, консистентная смазка поможет убрать люфты, но и валы будут грязными. Дрель, конечно, лучше найти без люфтов. Фрезеровать кромку для себя раз в год сойдет. Делать пазы я бы не стал. Думаю, прямолинейность без упорного подшипника будет под вопросом. Надеюсь, мой опыт поможет вам сделать правильный выбор. На этом у меня все. Не забывайте оставлять комментарий и подписываться на канал. Мне будет очень приятно. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok